25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской Организации ООН. Впервые наша страна примет данное претензенное мероприятие. Оно пройдет с 16 по 20 октября в городе Самарканде с участием представителей туристической отрасли из более 150 стран. За процессом подготовки к важному событию наблюдала Зарина Хакбердеева. Подготовка к 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской Организации ООН в полном разгаре. В Самарканде создан штаб, который координирует все аспекты проведения мероприятия. Приняты меры для обеспечения комфортного передвижения участников. Участено все. Более 400 волонтеров и водители гидов получили специальную униформу с логотипом организации для обеспечения высокого уровня обслуживания. Престижные мероприятия проводятся раз в два года. Программа грядущего события насыщена. Пройдут деловые встречи, министерские панели, различного рода форумы. Также участники из разных стран представят художественные представления и изделия ручной работы, подчеркивая богатство культурного наследия Самарканда. Узбекистан, надо сказать, принят в состав комитета по полномочиям Исполнительного Совета ЮНОВТО на 2023-2027 годы. А это означает, что на нашу страну возложены полномочия по контролю за подлинностью и соблюдением решений и документов, принимаемых Исполнительным Советом ЮНОВТО. Мы очень рады находиться в Самарканде. В этом году ваша страна стала организатором 25-й сессии Генассамблеи Всемирной Туристской Организации. Это мой третий вид в Самарканд. И честно признаюсь, каждый раз восторгаюсь, как в первый. В первую очередь форум объединяет заинтересованных сторон со всего мира, лидеров отрасли и инвесторов для изучения возможностей в сфере туризма. Мероприятие направлено на демонстрацию благоприятной инвестиционной среды в Узбекистане. С вашей страной мы уже больше трех лет сотрудничаем во многих сферах. Постараемся подготовиться на высшем уровне. В своем видеообращении Азиз Абдухакимов, заместитель председателя Оргкомитета Генеральной Ассамблеи ЮНОВТО, приглашает иностранных гостей принять активное участие в мероприятии. О предстоящем форуме пишут и зарубежные издания. Проведение Генеральной Ассамблеи в Узбекистане может открыть новые возможности для повышения статуса Узбекистана на мировой арене. Страна выразила надежду на расширение отношений с международными организациями и продвижение своего культурного и туристического потенциала. В рамках сессии будут обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере туризма. Состоится ряд других масштабных конференций. О процессе подготовки пишет также и Юрий Портер. Издание уделяет внимание проектам, которые будут представлены крупным зарубежным инвесторам на юбилейной сессии. На данный момент для освещения этого мероприятия аккредитовано 250 представителей иностранных и местных СМИ. Инвестиции в туризм продолжают расти. В 2022 году в сфере реализовано 735 проектов на свыше 22 триллионов сумм. В результате внимания, уделяемого развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и созданию конкурентоспособных услуг, на наш туристический рынок вошли брендовые отели. Впереди еще больше планов. В рамках сессии Генассамблея также планируется провести глобальный инвестиционный форум. На сегодняшний день мы являемся перспективной стороной для инвестирования. Мы входим в топ-10 стран, привлекательных для инвестирования в сфере туризма. Так как руководством нашей страны было принято много законодательных актов в этом направлении, были предоставлены огромные льготы и преференции для развития туризма. И за счет этих льгот и преференций иностранным инвесторам очень интересно посмотреть Узбекистан, посмотреть проекты, посмотреть регионы, непосредственно туристические зоны, а также инвестировать в данные направления. Наряду с инфраструктурой растет и поток туристов. В 2017 году страну посетило свыше 2,5 миллиона иностранных гостей. Пять лет спустя, в 2022 году, свыше 5 миллионов человек. За 9 месяцев этого же года число иностранных туристов составило 4 миллиона 300 тысяч человек. Среднее время пребывания туристов увеличилось в полтора раза.